Федеральная служба Роспотребнадзор официально заявляет, что инфекционная заболеваемость в городе-курорте Анапа по состоянию на 1 сентября на уровне многолетних показателей регистрируется обычный сезонный подъем острых кишечных инфекций, подъем острых респираторно-вирусных инфекций ОРВИ на территории, но вся эта заболеваемость регистрируется в основном среди неорганизованного временного отдыхающего. Заболеваемости в организованных коллективах вспышечной, групповой не зарегистрированы. Мы проводим каждый день оперативный анализ. Учет заболеваемости ведется анапским филиалом в БУС по данным, которые подаются всеми лечебно-профилактическими учреждениями города Анапы, как поликлиническими, так и стационарными. Каждый выявленный больной регистрируется и подается в анапский филиал в БУС. Ежедневно оперативный анализ заболеваемости подается в Роспотребнадзор. Как выявляют данные эпидрасследования, которые проводятся практически по каждому случаю заболевания, специалисты филиалов БУС выходят в инфекционные отделения больниц и проводят опрос каждого инфекционного больного, где он находился, где он питался, с чем он связывает заболевания. Факторами, которые способствуют заболеванию, выясняется в основном или контактно-бытовой путь передачи, либо приобретение в индивидуальном порядке продуктов питания с рук у случайных лиц, которые, к сожалению, и на пляжах находятся, проходят, и люди считают возможным приобретение этих продуктов питания, как кукурузы, овощей, фруктов. Непромышленная выработка не должна приобретаться нигде, ни сладков, ни у каких-либо случайных лиц. 80% заболеваний связано с данными факторами. Еще раз повторяю, в организованных коллективах вспышечной групповой заболеваемости не зарегистрировано. Мы провели оперативный анализ. По данным, которые мы проводим, расчет даже на наше собственное население, 180 тысяч жителей Анапы, показатель заболеваемости стасавил 143,5. Это не превышает показатели Российской Федерации. А если мы будем рассчитывать на население, которое у нас находится, временные, отдыхающие, а это 1,6 миллиона за июнь-июль, вот мы провели расчеты, хотя фактически мы так не проводим, считаем, к сожалению, только на местное население, у нас этот показатель получился 14,7. Это заболеваемость острыми кишечными инфекциями, то значительно ниже. Конечно же, когда массовое пребывание людей на территории, здесь и кажется, что серьезная какая-то инфекционная заболеваемость. Этого нет на сегодняшний день. По качеству воды море, Роспотребнадзор, я неоднократно говорила, контролирует море ежедекадно. Отбор проводится в раннеутренние часы по методике, которая определена государством, на глубине не менее метра-полутора метра. Значит, естественно, не проводятся отборы в каких-то неопределенных местах. В 12 точках мониторинга это Большой Утриш, Суко, Малая Бухта, Отдых и Лечение, Высокий Берег, Центральный пляж, ДжМТ-123, пляж Витязева и пляж Благовещенской и место впадения реки Анапка в Черное море. В 12 точках ежедекадно Роспотребнадзор проводит контроль качества воды. Помимо этого, у нас 101 пляж эксплуатируется здравницами и 12 общественных пляжей. Данные водопользователи обязаны и внесут ответственность, контролируют качество воды также у себя. То есть осуществляют производственный контроль. Лабораторные анализы постоянно вывешиваются на стендах на входе в пляж. Вот за весь период летнего сезона исследовано 1285 проб морской воды. Несоответствие по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям, по паразитарным показаниям и по вирусологическим мы за весь сезон не выявили. Если бы данные факты были выявлены, пляжи немедленно были бы закрыты по показаниям и предписанию Роспотребнадзора. Мало этого, мы в последнюю декаду, когда были усилены эти слухи о вспышечной заболеваемости, связанной с морем, провели еще дополнительно с 20 августа исследовано 84 пробы воды на все показатели, бактериологические, химические, паразитологические. Пробы все соответствуют нормативным требованиям. И 12 проб во всех перечисленных точках, которые я перечисляла, мы взяли на вирусологические показатели. Также никаких энтеро-астроноровирусов мы не обнаружили в воде. Поэтому основной путь передачи инфекций между людьми – это контактно-бытовой, либо индивидуальный пищевой. Смотрите, кто вам продает продукцию, у кого вы ее покупаете, есть ли там вода, внешний вид этого человека, работает ли она в перчатках, или она стоит, непонятно что, непонятно кому продает, а, к сожалению, люди покупают. Смотрите за условиями личной гигиены, усильте, необходимо обязательно применение не просто каких-то влажных санфеток, а если вы находитесь в общественных местах, где большое скопление людей, я повторяю, у нас отдохнуло уже более 3-х миллионов человек, каждый человек принес свою микрофлору на нашу территорию. Многие посещают и общественные туалеты, и места общественного проезда, транспорта, все остается, следы микрофлоры остаются. Энтеровирусная инфекция остается, если она будет занесена. Большинство, 80% энтеровирусной инфекции, ротовирусной инфекции протекает у взрослых бессимптомно. То есть человек просто является носителем и загрязняет предметы внешней среды в автобусе, в маршрутке, на вокзале, в туалете, на рынке. Следующий, кто за ним пойдет, может уже инфицироваться через предметы окружающие. Поэтому правило соблюдения личной гигиены в настоящий момент становится главным для вас в профилактике инфекционных кишечных инфекций. Мойте руки перед едой, после посещения туалетов, применяйте антисептические средства, которых множество сейчас, не просто влажные салфетки, а различные медикаментозные в аптеках можно приобрести, и обязательно антисептическими средствами обрабатывайте руки себе и ребенку. Не приобретайте и не употребляйте продукты питания, которые вы видите, что продаются с нарушения и в нарушении всех установленных государством законом. Когда продавец встает на тротуаре, на площадях, на пляже, несет неизвестно в чем, сколько времени, как эта кукуруза сварилась, неизвестно. Через 20 минут на этой кукурузе будет миллиард микроорганизмов, в том числе энтеро- или ротовирусной инфекции. Осмотр этого человека неизвестен. Тем не менее, почему-то люди спокойно покупают, употребляют сами и дают своим детям, находясь особенно на пляжах или в других общественных местах. И применяйте меры неспецифической профилактики, которую тоже возможно все. У нас нет заболеваемости в здравницах практически, единичный случай. Там, где люди находятся и соблюдают, им организован правильный режим дня, правильный режим питания, что тоже много значит. Правильный режим приема морских и солнечных ванн. Потому что любой перегрев, когда вы находитесь 3-4 часа на солнце, снижает иммунитет. И любой вирус воздействует на вас уже в усиленном качестве своем. В здравницах все соблюдается и заболеваемости нет. Заболеваемость в основном идет среди неорганизованного населения, проживающего в частном секторе города-курорта Анапы по кишечным инфекциям.